Они у меня все знакомы, уже там Серёжа, Женя и Илюша так случайно оказался у меня сегодня на кровати. У меня новый компьютер, я радостный, и он не показывает. Шутка, конечно же, я сделал это для вас. Я, в принципе, могу в ДНСе работать, в компах прям шурудю. Блин, говорит Денис, вся эта фигня не работает. И монитор гаснет. Итак, друзья, это история о том, как Краилова ведёт Попадалову. Это старинная строительная поговорка, которую знают каждый строитель. В данном случае я назову этот ролик так, как стать блогером. Что-то типа такого. Совсем недавно, вы помните, у меня был такой пробел в видосах, небольшой, где-то двухнедельный. Хочу рассказать эту историю, она небольшая, но очень забавная. У меня помирал мой родной компьютер, и мне очень сильно нужно было как-то монтировать ролик. В общем, появилась такая проблема. Мой замечательный товарищ говорит мне о том, что у него появился четырёхъядерный компьютер, правда, это старая модель, если быть точнее, это такой Т-80 был в 2006 или 2008 году. В общем, он его затюнил, и он стал четырёхъядерным, таким хорошим компьютером. Но всё равно того времени. И он говорит, я могу его тебе задонатить, подарить, потому что мне он не нужен. Смотри, или ты его сейчас забираешь, или он уезжает подарком там ещё к кому-то. Я, конечно же, сразу соглашаюсь. Краилова, я ещё не знал о Попадалове. Деньги все идут в стройку, и, конечно же, лишних денег нет. А проблема есть. Я говорю, дружище, конечно, я с удовольствием его приму, он мне его отправляет транспортной компанией. Мне это обходится в 1750 рублей примерно. Всё, он мне приезжает, здорово, у меня новый компьютер. Я радостный, причём он мне прислал системник и сам монитор. Монитор, правда, был пятнашка такая, ну, плоская уже, интересно. Я, конечно же, на радостях всё это устанавливаю, включаю, всё работает, здорово. Загружаю Adobe Premiere, но тадам! Premiere не работает. Оперативки не хватает, и нужно что-то делать. У тебя оперативных слотов всего два, и там стоит 2 по 2, то есть 4 гигабайта. Что, конечно же, маловато. Ну, думаю, ладно, что, как можно это всё усилить? Прихожу в компьютерный магазин, ну, будем говорить ДНС. Ребятушки, у меня классный компьютер, блин, но есть одна большая проблема. Он у меня фигово работает, и мне надо его как-то разогнать. Они говорят, слушай, ну, у тебя два слота, тут больше, как бы, оперативки не засунешь. Давай мы тебе продадим SSD-карту. Я говорю, хо, ребят, ну, если SSD-карта пойдёт, втыкайте SSD-шечку, и мы с вами будем монтировать хорошие видосы. Они такие, у тебя компьютер, прям сразу начнётся вторая жизнь. Я говорю, хорошо, всё, я беру SSD-шку, втыкаю, прихожу домой, всё работает, SSD... А, ну как всё работает? Винду-то я ещё не поставил. Я, короче, устанавливаю в винду новую. Ну, будем говорить лицензионную, конечно же. И компьютер чё-то как-то пытается уже запускаться. Я думаю, ну, всё, круто, я могу уже работать почти. Но у меня нет монитора, потому что на 15-й диагонали поработать, ну, это просто крайне тяжеловато. Прихожу опять в ДНС, говорю, друзья, мне нужен новый монитор. Это должна быть либо 20, какая-нибудь 8-я диагональ, либо 31-я. То есть мне нужен хороший большой монитор. Они мне советуют вот эти кривые гнутые модели. Ну, их надо было долго ждать. Я говорю, нет, давайте, что у вас есть, я ждать вообще не люблю, вы это знаете. И они предлагают мне какой-то DEX-монитор, неплохой, за 13 900, по-моему. Вы там калькулируйте себе сами, если вам это интересно. Я вам буду рассказывать про блогерство на минималках, потому что если мы говорим о максималках, ну, это компьютеры будут за 200-300 тысяч и так далее. Поэтому будем с вами всё-таки о минималках говорить. Я покупаю этот замечательный монитор, приношу его домой, втыкаю, и он не показывает. Блин, как же мне грустно. Я там все кнопки передавил, всё перетыкал, всё перепробовал, он не показывает. Прихожу в ДНС, уже пару пацанов я уже знаю по именам, говорю, ребятки, он не работает. Они такие, слушай, ну, наверное, у тебя проблема с видеокартой. Есть хорошая карта, GeForce GTX 1650 модель. Втыкаю её, и проблема у тебя исчезнет. Я говорю, ну, всё здорово, мы её прямо там втыкаем. Ну, я же уже умный, я-то знаю, что если сейчас что-нибудь домой унесу, это дома работать не будет. Я втыкаю это там, и работает. Они говорят, слушай, ну, только знаешь, есть одна проблемка, для неё не хватает питания, потому что родное питание, там 450 ватт, а тебе надо 550, как минимум, видюха сейчас будет требовать и так далее. Поэтому давай-ка что-нибудь воткнём прям посерьёзнее. Я говорю, ну, ладно, хорошо, я готов, покупаю ещё питание. Вот как раз я почему эту тему-то и затеял, но у меня точные чеки есть, они мне попались на глаза, и я эту историю хотел вам рассказать. Короче, 2199 это питание, 10999 это, я правильно сказал, видеокарта, твердотельный этот накопитель SSD, ну, это которая, флешка первую, которую я купил, 3950. Я это всё приобретаю, приношу домой, всё работает просто шикарно. Ребята, только мне в конце уже таких догонку, установи драйвера, потому что сейчас времени нет на это, ну, делать это в магазине. Я говорю, ну, драйвера-то, извините, у меня ребёнок установит, проблем-то никаких. И я прихожу домой, ставлю драйвера, ещё спать так хотелось, помню, ну, в общем, начинаю устанавливать драйвера, они ставятся, 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 в конце надо нажать ОК, я нажимаю, и монитор гаснет. И я, да что такое-то, ну, как так-то, ну, в общем, прихожу в ДНС, они у меня все знакомые, уже там Серёжа, Женя, Илюша, говорю, подходите, парни, сейчас будем разбираться, в общем, я их всех подтянул. Оказывается, что материнская оплата уже не вывозит эту видеокарту, и, похоже, надо менять мать. Ну, а раз меняешь мать, значит, меняешь процессор. Раз меняешь процессор, то у тебя, конечно же, уже не подходит оперативка, поэтому я приобретаю ещё материнскую оплату. Я же вам должен помочь, если вдруг кто-то блогером решил стать, поэтому я вам должен это прочитать. Материнская оплата Gigabyte AM4B450, и под неё процессор AMD Ryzen 5. Ну, и, конечно же, я приобрёл две оперативных памяти по 8 гигабайт, у меня получилось 16 гигов. Я радостный, весёлый, что у меня всё это работает, в хорошейнейшем настроении. Прихожу домой, звоню товарищу, который всё это может дело скооперировать в одну кучу, который прям вот программист. Он у меня всё это дело забирает, ему я тоже какую-то монету заплатил, но это уже не важно, потому что в разных городах это разные цены, я вам даже рассказывать не буду. Он мне звонит, говорит, Денис, вся эта фигня не работает. Я говорю, ну как так-то, ну я уже всё сделал, что можно, он говорит, у тебя более старая версия биоса, и надо перепрошивать мать, в которой, короче, биос старый, что-то такое, надо, чтобы он был новый. Блин, я уже и сервиса всех пацанов знаю, потому что там тоже вначале я познакомился. Я, в принципе, могу в ДНСе работать, в компах прям шурудю, раньше я прям вообще не разбирался. Говорю, парни, ну что такое, ну вот биос у вас старый, ну как вы так живёте, то они, да не проблема, сейчас час, и биос будет новый. Не понимаю, как так можно, да, продаёшь вроде технику, а она, короче, ну не суть. Отдал, всё, через час мне отдают компьютер, он у меня работает, я радостный. Прихожу домой, а компьютер ставить некуда. Ну дочь говорит, папа, на моё место не надо, или я буду пользоваться этим компьютером. Я говорю, нет, дочь, таким компьютером пользоваться-то не будешь, потому что вот я прямо его заточу сейчас под себя, и всё. Я понимаю, что мне нужен стол, прошу жену, чтобы она подыскала варианты. Посмотрела в разных магазинах там, итальянской, не итальянской мебели, короче, столы начинаются от двух с половиной тысяч рублей. И причём столы такие, знаете, а-ля IKEA. Я думаю, не, ну не вариант, тем более руки заточены, сам строитель, ну как так-то, надо что-то придумывать интересное. Захожу на Авито, начинаю листать разные объявления, и нахожу отличный стол за 400 рублей. Представляете, 400 рублей, Карл, 400 рублей. Металлоконструкция с полками, со столешкой, с выездной этой полочкой под клавиатуру. Короче, радостный, конечно, созваниваюсь с хозяйкой, еду забираю всё это дело, причём потом я нашёл этот стол, он стоит 3,5 тысячи, мне его продали за 400, ну так он был. Привожу домой, конечно, никому он не нравится, мне самому он не очень нравится, но я-то уже знаю, у меня-то там фантазия играет, я знаю, что будет столешня из мебельного щита. Я звоню своему родственнику, который занимается на мебельном производстве, цельной древесиной, двери, щиты мебельные и так далее. Пашка, мне нужен, в общем, мебельный щит для столешки, он говорит, хо, замеряй, всё сделаем, как тебе надо, без проблем. Я, в общем, это дело всё замеряю, через пару дней он мне звонит, говорит, всё, забирай, едем забирать, ну а вот это вы уже дальше в видео увидите. Друзья, я считаю, что тогда у вас возникает какая-то интересная идея, её надо сразу же реализовывать. Интересная, она неинтересная, мы уже поймём с вами позже. Мы едем забирать с вами столешницу из массива берёзы. Сказал, что такая огромная штука. Огромная штука. За машину тебя закинует? Здорово. Привет. Ну смотри, она витая. Да всё здорово, мне очень нравится, даже не думаю, что её стоит покрывать. Думаю. Не надо, лошком. Грязь. Пятым будет оставаться. Заехать прикурил. Они на разливку продают, должны продавать. Угу. Шпалу. Яхтный лак. Она проявится ещё. Тебя ты дома? Поехали. Поехали, садись. Сейчас мы в Текурили возьмём яхтный лак в аэрозоле, если он есть там. И мне очень понравился прозрачный цвет у нас. В таком цвете мы и оставим эту столешку. И мы пройдём её просто лаком, чтобы она не маралась. И, наверное, достаточно, да, сын? Хорошо. Лак яхтный, да? Да, лак надо самый добрый. Ну всё, наверное, мне это и понадобится. Задача одна, чтобы эта столешня не маралась. Она из носа. Из носа не будет. Да. Да, она у меня такая. Мы взяли красочки. Пойдём красить. Хочу вам сказать ещё одну интересную... Блин, люди, люди, проезжайте. Интересный момент. Сейчас я встретил жену. И мы приобрели ещё мне в подарок на день рождения вон там кресло. Вот. Чтобы не откладывать дело надолго, сразу же принялся разбирать старый стол. Хорошо, что дома у меня был запас необходимых для этого шестигранников. Да, друзья, кто строит, знает, что это такое, когда болит спина. Пока приходится свой блогерский кабинет делать прямо в спальне. Как же здорово смотрится столешка из берёзы. Я даже не ожидал. С этих двух сторон я планирую установить колонки, поэтому сделал столешку поменьше размерами. Смотрится очень хорошо. Не снимая упаковочный целлофан, наношу на столешню необходимые размеры. Как вы уже поняли, я хочу немножечко поднять монитор повыше. Да, в отсутствие мастерской приходится многое делать прямо в квартире. Для установки закладных у меня дома не нашлось необходимого сверла, но я вышел из положения просто. Хорошо, что берёза очень легко поддаётся обработке. Для того, чтобы не засверлить насквозь, я делал на сверло термоусадку. В каждое отверстие я добавил немножечко клея. И позже установил туда закладные. Ну а теперь пришло время похулиганить под покровом ночи. Друзья, если вы будете делать так же, пожалуйста, откройте в подъезде окна. По-моему, яхтный лак смотрится просто отлично. Из-за вот этой самой ситуации я и захотел свой дом. Потому что в квартире городской... Вот я сейчас, чтобы вы понимали, вышел в подъезд, навонял там этим лаком яхтным. Затащил всё это домой. Сейчас дома это всё воняет, потому что у меня просто нет ни мастерской, ни гаража, ничего. Один из главных пунктов, почему я хочу свой дом, именно вот в этом. Сейчас немножко ест глаза. Ну хорошо, у нас кухня большая. Ой, вон там, на заднем фоне. Ну вы же уже моя семья, вы же уже можете смотреть даже на неприбранную квартиру. Короче, эта штука пахнет, и её ещё красить на второй раз. Поэтому я ориентировочно часов в 11 буду выходить второй раз в подъезде и вонять на весь подъезд. В Текурили был либо яхтный лак, литр, что-то 500 рублей, красить его кисточкой, либо вот аэрозолькой, не парясь, быстренько напылил и всё. Тем более, что у меня главное требование моё к столешнице, это то, чтобы просто она не маралась. Больше ничего. Я не хочу каких-то супер потребностей. Мне надо просто, чтобы с этой столешницы выходили отличные фильмы для вас на ютубе. Вот моя задача. И я думаю, эта столешница с этим справится. На ура! Дочь, это что? Малыш, это мне подарок? Это что такое? А как мне это одеть? Ой, не рассчитала с развертиком. Ну, носи так. А, так носить? Да. Здорово, дай поцелуй. Я думала, будет побольше. Ну, тоже неплохо. Классный подарок, спасибо. Ты так учишь уроки, да? Ладно, я пошёл работать. Дочь, можно я пока её сниму временно, хорошо? Приступаем к доделыванию нашей столешки. Мы её покрыли яхтным лаком, она теперь вся смотрится классно. Осталось теперь её правильно прикрутить. Тапки, компьютер. Эту штуку мы выносим. Вот так. И столешечку нашу. Опа. Переворачиваем. И вот здесь её надо сравнять по линейке. А дети, дайте кто-нибудь линейку, а пожалуйста Пришло время собирать всю конструкцию воедино Я заранее приобрел все необходимые для этого крепления Для фиксации полки отлично подошли родные закладные от этого стола Единственное, что немножко пришлось подрезать шурупы Нижнюю часть своей столешни я не стал красить Ее все равно не будет видно Полка встала как влитая Уже сейчас я вижу, что творение получится просто изумительное Думаю, внимательные зрители сейчас заметили мое новое кресло Так, приводим в порядок рабочее место Устанавливаем всю технику на свои места Не знаю, по-моему получилось просто великолепно Друзья, сказать, что я бесконечно счастлив от того, что собрал наконец-то свой кабинет Свой мини-офис, это не сказать ничего Я очень рад, что построил именно то, что хотел Стол удобен, как никакой другой Он сделан своими руками и сделан прям под себя Я не люблю всякие выдвижные полочки под клавиатуру Мне нравится вот прям работать на столе Вот как это сейчас и сделано А то, что он сделан из массива березы, это просто восхищает Друзья, конечно же, одним столом не обойтись, если вы хотите заниматься блогингом Но это смотря для кого как По идее, вы можете просто, имея только один телефон Заниматься блогом, на нем и монтировать и выкладывать Это будет тоже хорошо, но если вы любящий новое оборудование И все самое такое инновационное То, наверное, на этом не остановить Хороший компьютер, как и хорошая машина Это просто комфорт и большой плюс к успеху В моем случае я очень много вкладываю в финансовых средств оборудования Потому что мне это нравится Я кайфую от этой темы Я обожаю как новое в строительстве, так и новое в видеоблогерстве Конечно, на все денег не хватает Поэтому большую часть оборудования приходится делать самому Сейчас я вам покажу просто небольшой свой скарп Он так случайно оказался у меня сегодня на кровати Шутка, конечно же, я сделал это для вас Разложил просто все свои инструменты, которыми я пользуюсь часто, какими-то редко Я не хочу этим хвалиться, потому что любой маломальский, понимающий в видеооператорстве Скажет, что, конечно же, это самый минимальный набор лузера Но, тем не менее, для меня это уже что-то И мне это очень нравится Здесь есть моноподы, треноги, палки-снималки Здесь есть у меня софтбоксы и хромакейс Здесь есть рации для общения, есть камеры В принципе, не хватает только некоторых небольших вещей Наверное, для данного видео это не совсем даже и нужно Но я могу сказать точно, что я бы сейчас хотел бы приобрести, во-первых, радиопетлички Но, блин, цена заоблачная Второе, я бы хотел сделать много кадров с аэро, чтобы было интереснее Для этого мне нужен квадрокоптер И думаю, в перспективе, в мечтах приобрести хороший фотоаппарат Для того, чтобы записывать такие видео без движения То есть, где я просто что-то рассказываю, чтобы было хорошие, качественные кадры Но про то, что софтбоксы просто необходимы, даже рассказывать не о чем Тем более, если снимаем мы в помещениях Еще, кстати, было бы здорово приобрести акустические стены Ну, это поролон такой специальный Когда мы уже построим дом И у меня одна из десяти комнат будет выделена под мои вот эти хотелки и мечталки Кстати, это тоже один из плюсов того, что будет свой дом Что я могу сделать свой кабинет и просто кайфовать туда уходить Со своими творческими фантазиями и мыслями И творить то, что я хочу донести до вас через голубой экран Как сказал Нимыч Через экран монитора Друзья, я даже честно не знаю, о чем конкретно рассказать Из задней мною перечисленного оборудования Задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях Если у вас есть какие-то советы по видеосъемке и видеомонтажу Может быть, я что-то делаю неправильно в этих блогах Тоже, пожалуйста, советуйте Мне, кстати, давно, когда я еще начинал блогинговую жизнь Мне сказали, что тебя подписчики и направят на путь истины Но что-то мало вы меня направляете, ребят Пишите, пожалуйста, что снимать и как снимать Я уверен, что вы знаете многое полезного и интересного по нашей тематике И я очень люблю читать ваши комментарии на эту тему И, кстати, ребят, еще вот вопрос Я понимаю, что покупать квадрокоптеры типа Mavic, DJI и так далее Это реально очень дорого Может быть, вы посоветуете какие-то варианты с AliExpress? Потому что я перелистал кучу всевозможных квадрокоптеров на AliExpress Вроде находишь нормальный, нравится, классный Но когда начинаешь смотреть о нем отзывы То у него рябь, то он дергается, то пропеллеры видно, то вибрации Из китайского квадрокоптера Mercedes не сделать Но, тем не менее, может быть, есть какие-то аналоги Похожие уже на что-то фирменное И дающие хотя бы приблизительно вот картинку, которую вы видите сейчас Качественную, хорошую, приятную картинку Ни рябь, ни волны, ни дрожь Вот что-то такое нормальное, передающее Ну, чтобы это просто не нервировало глаз Мне летать неинтересно, мне интересно снимать Я обожаю снимать Я очень рад был вас сегодня видеть Очень рад, что видели вы сегодня меня И, кстати, что мне понравилось Из такого небольшого вроде бы сюжета Который снял, ну так, на коленке смонтировал и снял очень быстро Получился, по-моему, даже неплохой ролик Я буду очень рад, если вы по достоинству оцените наше сегодняшнее видео Если он вам понравился Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны Ставьте лайки, если вы их не ставили Это прикольно Так нажимаешь, он, хоп, лайк появился Прикольно И если вы подписаны, но не нажимали на колокольчик Пожалуйста, нажмите на него Чтобы вы знали о новых выходящих видео Каждую неделю у нас новый ролик Я не люблю говорить спойлерами Но, тем не менее, я хочу сказать Что следующее видео будет о выравнивании пола по маякам Что-то типа этого И до скорых встреч на нашем канале Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok